Епископ Игнатий Бринчанинов Отечник Кассета 2, стр. 306 Авы Пимена, пункт 38 Еще сказал, как оруженосец царя Предстоит ему всегда готовым Так душе должно быть всегда готовою Противостать бесу блудному Брат просил Аву Пимена, говоря Что делать мне? Я борим блудные и гневные страстями Старец отвечал В разрешении этого вопроса Давид сказал Что он льва поражал и умершлял А медведя удавлял Это значит, гнев должно отгонять и истреблять А плотское вожделение удавлять воздержанием Сказал Ава Пимен Писание говорит Я же видисто очи твои, глаголи Псалом 118, 36 А я говорю вам Если и руками вашими осязаете то, что и о том не свидетельствуйте В подтверждение этому Ава привел следующий случай Некоторый брат был обманут таким образом Он увидел ближнего своего грешащим с женою Долгое время он боролся с своим помыслом Наконец, победившись, подошел к ним И толкнул их ногою, говоря Перестаньте Тогда оказалось, что это были два пшеничные снопа Лежавшие один на другом Вопросили некоторые из отцов Аву Пимена, говоря Если мы увидим брата согрешающего Должны ли сказать ему об этом? Старец отвечал им Что касается до меня То если встретиться, мне нужда идти мимо И увижу его грешащим Пройду мимо ничего Не говоря ему Пришли некоторые старцы к Аве Пимену И сказали ему Если мы увидим брата дремлющим в церкви То велись ли возбудить его, чтобы он не дремал на бдении? Он сказал им Что касается до меня То я, если увижу брата моего дремлющим Положу голову его на колени мои И успокою его Брат попросил Аву Пимена В чем состоит покаяние во грехе? Старец отвечал В том, чтобы более не делать этого греха Непорочные и праведные Потому и названы так Что оставили грехи свои И сделались праведными Опять сказал Все, что выше сил меры от бесов Он же будучи спрошен Что значит сказанное в Писании Причастник, аз есмь Всем боящимся тебя Сказал Дух Святой Говорит это о себе Некоторый брат пришел к Ави Пимену И в присутствии многих сидевших тут Похвалил другого брата Сказав Что он ненавидит лукавство Ава Пимен спросил его Что значит ненавидеть лукавство? Брат пришел в затруднение И не находя что ответить Поклонился старцу Говоря Объясни мне это Старец сказал Ненавидение лукавство Состоит в том Когда кто возненавидит Грех свой И оправдает брата своего Другой брат спросил Ава Пимена О искушении от помыслов Он сказал Находящегося в этом положении Можно уподобить человеку Имеющему огонь По левую сторону себя И сосуд с водой По правую Когда он возгорится огнем То берет воды из сосуда И погашает огонь Огонь семя врага А вода Повергает Повергает Себя перед Богом Этот способ борьбы Против греховных помыслов Очень действителен И может быть употребляем Когда монах Находится один В келии своей Его употребляло С полным успехом Преподобной Марии Египетская Он сказал Мы и братья Как две картины Когда человек Рассматривает Осуждает И укоряет себя Тогда возвышается Перед ним Достоинство Брата его Когда же человек Признает Достоинство В себе Тогда брат его Представляется ему Недостаточным Опять сказал Если будем искать покоя То он будет убегать От нас Если же будем убегать От покоя То он погонится За нами Пятьдесят Опять сказал Если уничижишь себя То найдешь покой Потому что укоряющий себя Сохраняет терпение Во всех случаях Сказал Ава Пимен Мы впадаем Во многие искушения По той причине Что не сохраняем Нашего чина Не видим ли Что жена Хананейская Приняла данное И имя И что спаситель Утешил ее Также Не видим ли Что Авигея Сказала Давиду Во мне Неправда моя И что Давид Услышав эти слова Возлюбил ее Авигея Образ души А Давид Бога Если душа Укорит А судит Обвинить себя Перед Богом То Бог Возлюбит ее Брат спросил Аву Пимена Что такое Высокое Оправдание Отвечал старец Перестань Оправдывать себя И успокоишься Ава Пимен Сказал Аву Исааку Отвергни Оправдание И будешь Спокоен В краткие Дни Земного Странствования Твоего Ава Пимен Сказал Человек Нуждается В смиренно Мудрее И страхе Божием Всегда Как в дыхании Входящем И исходящем Ноздрями Его Он сказал Прибывающий С братьями Своими Должен быть Подобным Каменному Истукану Подвергаясь Укаризм Он не должен Гневать Будучи Прославляем Он не должен Возносить Ава Пимен Сказал Если человек Достигнет Того состояния В котором Апостол О котором Апостол Сказал Для чистого Все чисто То увидит Себя худшим Всей твари Брат Сказал ему Как мне Признавать Себя Худшим Убийц Старец Отвечал Если человек Достигнет Душевного Устроения Указанного Апостолом И увидит Человека Сделавшего Убийство То скажет Он сделал Этот грех Однажды А я Убиваю Ежедневно Себя И других Грехами Брат Спросил О том же Ава Ану Пересказав Ему Слова Ава Пимена Ава Ану Сказал Если человек Дойдет До состояния Такой Чистоты И увидит Грехи Брата Своего То Праведность Его Поглотит Их Брат Спросил Какая Праведность Старец Отвечал Всегдашнее Обвинение Самого Себя Ава Ава Пимен Сказал Воля Человека Пожелание Его Самая Сила Желаний Поврежденная Падением Есть Медная Стена Между Им И Богом Она Камень Противобиющий Воли Божией Если Человек Оставит Волю Свою То Этим Он Говорит Деятельно Богом Моим Преди Сину Бог Мой Не Порочен Путь Его Но Когда Оправдание Будет Содействовать Воле Тогда Развращается Уклоняется С пути Божия Человек И погибает Брат Спросил Отца Пимена Я Нашел Место Имеющее Все Узобства Для Монашеской Жизни Благослови Мне Поместиться Там На Жительство Старец Сказал Поместись Там Где Ты Не Будешь Приносить Вреда Брату Твоему Сказал Ава Пимен Учить Ближнего Столько Же Противно Смиренно Мудрю И Как Обличать Его Он Сказал Полезно Удаляться От Причин Ко Греху Человек Находящийся Близ Пода Ко Греху Подобен Стоящему У края Глубокой Ямы И Враг Удобно Ввергает Его В нее Когда Поводов Ко Греху Подобен Стоящему Вдали От Ямы Когда Враг Повлечет Его К Яме То Он Имеет Время И Возможность Воспротивиться Возвать К Богу И Бог Поможет Ему Причины Греха Или Поводы Ко Греху По мнению Святого Исаака Сирского Суть Жены Вино Имущество Власть И тому Подобное Это Говорит Святой Исаак Не суть Однажды Идя В Египте Увидел Женщину Сидящую На гробе И горько Плачущую При этом Он Сказал Если Со всего Мира Соберутся К этой Женщине Утешающие То Не отвлекут Ее От плача Так И монах Всегда Должен Иметь В себе Плач Сказал Авапимен Если Б не Пришел На Лазардан Начальник Хранителя Вавилонского Царя Навуходоносора То Храм Господень Не был бы Сожжен Так Если Не придет Телесный Покой То Ум Не подвергнется Побеждению В брани С невидимым Врагом Сказали Авапимену О некоторых Монах Некотором Монахе Что Он Не пьет Вина На это Авапимен Сказал Монаху Отнюдь Не должно Пить Вина Авапимен Сказал Если Не отъято Будет Насыщение Хлебом То Душа Никаким Иным Средством Не может Быть Приведено К смирению Поведал Авапимен Что Брат Спросил Аву Памва Полезно Ли хвалить Ближнего И что Старец Отвечал На это Полезно Ничего Не говорить О нем Он Сказал Если Человек Будет Помнить Сказанное В Писании От слов Своих Оправдаешься От слов Своих Осудишься То Он Идет Что Лучше Молчать Нежели Говорить Сказал Авапимен Когда Дымом Прогонятся Пчелы От Улья Тогда Обирают Сладкий Плод Трудов Их Так И Плодское Успокоение Сгоняет Страх Божий Из души И губит Всякое Благое Делание Ее Брат Брат Спросил Авапимена Если Я Увижу Согрешение Брата Моего То Полезно Ли Скрыть Это Согрешение Старец Сказал Ему Когда Ты Прикрываешь Согрешение Братей Бог Покрывает Наше Согрешение Когда Мы Обнаружим Согрешение Брата Тогда И Бог Откроет Согрешение Наше Семьдесят Брат Сказал Ави Пимену Если Я Увижу Брата Которым Я Слышал Что Он Наход В Падении То Не Охотно Принимай Его В Келью Свою А Брата Имеющего Доброе Имя Принимай С радостью Старец Отвечал Ему Если Ты Делаешь Добро Брату Доброму То Для Падшего Сделай Вдвое Потому Что Он Немо Сествует В Некотором Общежитии Жил Отшельник По Имени Тимофей Настоятель Общежития Узнав Что Один Из Братьей Подвергся Искушению Спросил Советов Тимофея Что Делать С Падшим Братом Отшельник Ты Советовал Выгнать Его Из Обители Когда Выгнали Брата Его Брань Страстное Возмущение Действуя Шавнем Перешла К Тимофею И он Пришел В опасное Положение Тимофей Понял Причину Явления Брани И начал С плачем Зывать К Богу Согрешил Я Прости Мне И был К нему Глаз Тимофей Знаешь Что Я Попустил Тебе Искушение Именно За то Что В некотором Общежитии Один из Братьев Подвергся Греховному Искушению Жил в тех Местах Отшельник Не выходивший Из хелии Много лет Отец Общежития Пришел К старцу И поведал Ему О брате Подвергшемся Искушению Старец Повелел Изгнать Его Из обители Брат Вышедший Из общежития Зашел В некоторую Пещеру И там Предался Плачу Случилось Проходить Тут Братьям Шедшим К отцу Пимену Они Услышали Плач Брата И Вошедшие В пещеру Нашли Его В великой Скорби Они Упрашивали Его Чтобы Он Шел С ними Вместе К отцу Пимену Но Он Не захотел А сказал Оставьте Меня Пусть Умру Здесь Братья Пришедшие К отцу Пимену Сказали Ему Об этом Ава Упросил Исходить К брату И сказать Ему Ава Пимен Зовет Отключил Его Свои Объятия Обошелся С ним Очень Приветливо И Упросил Его Вкусить С ним Пищу Между Тем Ава Пимен Послал Одного Из Живших При Нем Братий К отшельнику Следующим Приглашением С давних Лет Желаю Увидеть Тебя Слышал О Тебе Но По Общей Лености Нашей Мы Досели Не Виделись Друг С Другом Ныне По Устроению Воли Божией И По Встретившейся Нужде Прийти Тебе Сюда Приди И Увидимся Этот Отец Никогда Не Выходил Из Келии Своей Услышав Такое Приглашение Он Сказал Сам Себе Если Бог Не Возвестил Старцу То Он Не Послал Бо За Мною Он Встал И Пришел К Ави Пимену Они Радостно Приветствовали Друг Друга И Сели Пимен Сказал Старцу На Некотором Месте Жили Два Человека И Оба Имели По Мертвецу Один Из Них Оставил Своего Мертвеца И Пошел Плакать Над Мертвецом Другого Эти Слова Привели Старца В Умиление Он Вспомнил О Поступке Своем А Ава Пимен Сказал Ему Высокий Высокий Ты На Небе Совершенствия Но Малое Достигает Его На Самом Деле Брат Спросил Ава Пимена Что Мне Делать Я Безмолвствую В келье Не Могу Прийти В Спокойное Состояние Старец Сказал Ему Не Укоряй Не Осуждай Не Злослов Никого И Бог Даст Тебе Покой Ты Будешь Безмолвствовать Нетревожим Смущениями Сказал Ава Пимен Хранение Тщательное Внимание К себе Во всех Случаях И Рассуждение Суть Три Орудия Которыми Душа И Зарабатывает Своё Спасение Сказал Ава Пимен Человека Согрешающего И Кающегося Предпочитаю Человеку Несогрешающему И Некающемуся Первый Имеет Мысль Благую Признавая Себя Грешным А второй Имеет Мысль Ложную Душепагубную Признавая Себя Праведным Брат Сказал Аве Пимену Смущайся И Хочу Оставить Место Жительства Моего Старец Спросил Его По какой Причине Брат Отвечал Потому Что Доходит До Меня Слух О Некотором Брате Наносящем Вред Душе Моей Старец Сказал Слух Дошедший До тебя Несправедлив Брат Сказал Отец Будь Уверен Что Справедлив Потому Что Брат Передавший Мне Его Верен Старец Сказал Он Неверен Если Был Верен То Не Передавал Б Злого Слуха Брат Отвечал И Я Собственными Глазами Моими Видел Соблазн Услышав Это Старец Посмотрел На землю И Подняв С нее Небольшой Сучок Спросил Это Что Брат Сказал Это Сучок Потом Посмотрел Старец На потолок Хижины И указав На поперечное Бревно На котором Держался Потолок Спросил А это Что Брат Отвечал Это Бревно Старец Сказал Ему Положи В сердце Твоем Что Твои Грехи Подобны Бревну А Грехи Брата Твоего Подобны Этому Малому Сучку Некоторый Брат Из тех Мест Где Имел Жительство Отец Пимен Пошел Однажды На чужую Сторону Там Он Брат Рассказал Ему Об отце Пимени Старец Услышав О образе Жизни Его Вожелал Видеть Его Когда Брат Возвратился В Египет Спустя Несколько Времени Отшельник Поднялся Со своей Стороны И пришел В Египет К брату Который Был У него Потому Что Этот Брат Сказал Ему О своем Месте Жительству Брат Увидев Его Очень Обрадовался Неожиданному Пришествию Брат взял Его С собой И пошел С ним К старцу Которого Предупредил О посетителе Сказав Это великий Муж Очень Любимый И очень Почитаемый В стране Своей Я Сказал Ему О тебе И он Пришел Желая Видеть Тебя Старец Принял Его С радостью И По взаимному Приветствии Они Сели Посетитель Начал Говорить Из Писания О предметах Духовных И небесных Мава Пимен Отвратил От него Лицо Своё И не Отвечал Ему Тот Увидев Что Старец Не Говорит С ним Огорчился И Вышедший Из Келии Сказал Приветшему Его Брату Напрасно Совершил Я Такой Долгий Путь Я Пришел К Старцу А он Не Хочет И Говорить Со Мною Брат Зашел К Отцу Пимен И Сказал Им Ава Ради Тебя Пришел Этот Великий Муж Пользующийся Такой Славой В своем Месте Почему Ты Не Говоришь С Ним Старец Отвечал Ему Он Из Высоких И Говорит О Небесном А Я Из Нижних И Говорю О Земном Если Б Он Начал Говорить Со Мною О Душевных Недугах То Я Отвечал Б Ему Но Он Говорит О Духовном А Я Что Кто Говорит С Ним О Страстях Тому Он Отвечает Посетитель Пришел В умиление Возвратился К старцу И Сказал Мава Что Делать Мне Меня Побеждают Плотские Вожделения Старец Обратясь К нему С радостным Лицом Сказал Ныне Благословенно Твое Пришествие Отверзил Статуи Об этих Предметах И Исполнись Благ Отшельник Получив Великое Назидание Говорил Точно Это Истинный Путь Он Возвратился В страну Свою Благодаря Бога За то Что Сподобился Видите С Таким Святым Сказал Ава Пимен Что Пользы Созидать Домы Для Других А Свои Разорять Сказал Что Пользы Предпринять Изучение Художества И Не Научиться Ему Восемьдесят Брат Сказал Аве Пимену Я Сделал Великий Грех И Хочу Приносить Покаяние В течение Трех Лет Ава Пимен Сказал Ему Этого Много Брат И Так В течение Одного Года Старис И Этого Много Тогда Брат Сказал Асыл Вставляет На Покаяние Сорок Дней Старис Отвечал Много И Этого Я Убежден Что Если Согрешивший Покается От всего Сердце И Уже Не Будет Боли Впадать В тот Грех То Бог Примет Покаяние Его В три Дня Ава Исаев Спросил Аву Пимена О блудных Помыслах И Сказал Ему Ава Пимен Если Сундук Наполненный Платьем Будет Оставлен И Платье В нем Не Будет Пересматриваем То Оно В течение Года Истлеет То же Бывает И С Помышлениями Если Внушаемого Ими Мы Не Будем Исполнять На Самом Деле То И Самое Помышление В течение Года Истлеет И 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 Тот же Опять Спросил Его О том же Отец Сказал Ему Если Кто Избрав Набрав Зме Или Скорпионов Вложит Их Сосуд И Залепит То Они В течение Года Умрут Так Злые Помышления Прозябающие От Демонов Уничтожаются Терпением Ава Иосиф Спросил Его Как Должен Постить Отец Тимин Сказал Я Предпочитаю Употребляющего Пищу Ежедневно Но Несколько Недосыто Опять Спросил Его Ава Иосиф Когда Ты Был Молод То Не Употреблял Пищу Через День Старец Отвечал Употреблял Однажды В три Дня И в четыре И в неделю Но Старцы Как сильно Испытали Все это И признав Полезнейшим Ежедневное Употребление Пищи Но Недосыто Предали Нам Царский Путь Как Удобнейший Брат Вопросил Аву Пимен Что Делать Мне Со Смущением Объемлющим Меня Старец Отвечал При Лодках Употребляется Бичева Длинная Веревка С лямкою Когда Не случится Попутного Ветра Тогда Лодочники Употребляют Бичевую И Надевшие Лямки На Грузи Свои Тянут Лодку Пока Бог Не пошлет Попутного Ветра Если Же Видит Что Подымется Буря Тогда Вышедший Из лодки На Берег Вбивает В него Кол Которому Привязывают Лодку Чтобы Она Не Опрокинулась Кол Означает Самоукорение Осуждение Обвинение Себя Сказала Аву Пимен Не Избирай Для Жительства Твоего Такого Места Которому Смотришь Что Некоторые Будут Иметь Зависть К Тебе В Противном Случай Ты Лишишься Преуспеяния Брат Вопросил Его Говоря Отец Если Человек Впадет В Какое Либо Согрешение И Потом Снова Обратится К Добродетельной Жизне То Будет Ли Прощено Ему Богом Согрешение Его Старец Отвечал Бог Заповедал Человекам Поступать Так Тем Более Сам Он Поступит Так Он Заповедал Апостолу Петру Прощать Брату Своему Семьдесят Крат Седмерицею Брат Вопросил Отца Пимена Что Значит Гневаться На Брата Напрасно Старец Отвечал Ему Суетным Неправильным И неправильным Признается Гнев За всякую Обиду Какой бы Не обидел Тебя Брат Твой Даже Если бы Он Выколол У тебя Правый Глаз Или Отсек У тебя Правую Руку И ты На него Прогневался То Прогневался Б Напрасно На Того Имеешь Право Разгневаться Кто Захочет Отлучить Тебя От Бога Брат Спросил Его Отчего Побеждается Помыслами Душа Моя Старец Отвечал По Этой Причине И говорит апостол Что В большом Дому Не только Сосуды Золотые И серебряные Но и Деревянные И глиняные Если кто Очистит Себя От всего Будет Сосудом В чести Освященным И благопотребным Владыке На всякое Доброе Дело Уготованной Брат Спросил Как это Объясняется Старец Сказал ему Это Объясняется Так Дом Весь Мир Сосуды Человеки Золотые Сосуды Суть Совершенные Человеки Серебряные Суть Преуспевшие Деревянные И глиняные Суть Те Которые Духовное Делание Очень Мало Которых Кто Очистит Себя От Всего То есть От Человеки Сущности Иная Одно 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 Зижится И Может Быть Возвигнуто Духовное Преуспеяние Огнетаемый Искушениями Бедствующий В мысленных Волнах Безмолвник Постоянно Прибегая К милосердию Боже Стяжевает Убеждение Что Вся Надежда Спасения Его Заключается Единственной Милосердией Божием В Искупителе Стяжевает Сердечный Залог Милосердия К Ближним Он Познает Что Долг Его Сострадать Братьям Подвергающимся Разнообразным Согрешениям А не Осуждать Их Для Суждения Грехов Человеческих Имеются Иные Служения Служения Безмолвника Плач Перед Богом Ходотайство О своих Грехах И немощах О грехах И немощах Всего Человечества Доколе Сердце Безмолвника Не освободится От осуждения Ближних Доколе Он Не погрузится В благость И не обречется Ею Да то ли Оно Невозможет Освободиться От ожесточения И пребывать В умилении Которым Побеждаются Все бесовские Помыслы Сказал Ава Пимен Каким образом Желаете Желает На источнике Водная Лань Так желает Душа моя К тебе Боже Потому что Олени Пожирают В пустыне Много Змей Потом Когда Змейный Яд Произведет В них Сильный Жар Они Стремятся К водам И питьям Воды Утоляют Жар Произведенный Ядом Змей Так и Монахи Живущие В пустыне Горят От яда Злых Демонов И жаждут Наступления Субботы И недельного Дня Чтобы Приступить К источникам Воды То есть К телу И крови Господа Чтобы Очиститься От горьких Напоений Врага 90 Ава Пимен Сказал Полезна Опытность Потому что Она делает Человека Искусным Он Сказал Человек Тот Кто Познал Себя Еще Сказал Человек Учащий И не Исполняющий На деле Того Чему Он Учит Подобен Колодцу Который Напоевает И очищает Всех А себя Не может Очистить Но остается Со всеми Нечистотами И грязью Которые Попадали В него Опять Сказал Иной Человек Представляется Молчащим Но сердце Его Осуждает Других Труды Такого Тщетны Другой С утра До вечера Говорит И вместе Пребывает В молчании Потому что Говорит Одно Полезное Для души Сказал Равны Равны Следующие Три Когда Кто Безмолвствует Правильно Когда Кто Болен И Благодарит Бога Когда Кто Находится В нелесомерном Послушании У этих Трех Одно Делание Опять Сказал Злоба Злобы Не уничтожает Но Если Кто Делает Тебе Зло Тому Ты Делай Добро Чтоб Добрым Делом Уничтожить Злобу Он Сказал Не монах Тот Кто Ропщет Не монах Тот Кто Воздаёт Зло За Зло Не Монах Тот Кто Гневается Брат Сказал Ави Пимену Мне Очень Стужают Помыслы И Я Бедствую В них От Них Старец Вывел Из Келий На Воздух И Сказал Ему Распростри Полы Одежды Твоей И Удержи Ветры Брат Отвечал Я Не Могу Сделать Этого И Сказал Ему Старец Если Не Можешь Сделать Этого То Не Можешь Возбранить И Помышлением Чтобы Они Не Приходили Но Твое Дело Противиться Им Спросили Преподобного Пимена Великого Что Есть Вера Он Отвечал Вера Состоит В том Чтобы Жить Во Смирении И Творить Милость Ава Пимен Говорил Всякое Телесное Упокоение Него Наслаждение Сто Ава Пимен Сказал Один Брат Спросил Аву Алония Что Значит Уничтожать Себя Старец Сказал Вменять Себя Худшим Бессловесных Зная Что Они Не Подлежат Осуждению Брат Сказал Аве Пимен Дай Мне Наставление Старец Отвечал У Отцов Все Дела Сопровождались Плачем Он Сказал Если Какой Брат Приходил К Ави Яну Колову То Ава Внушал Ему Любовь О которой Говорит Апостол Любовь Долготерпит Милосердствует И прочее Ава Пимен Говорил Больше Твоей Любви Нет Как Если Кто Души Свою Положит За Друзей Своих Если Кто Услышит Огорчительное Слово И Будучи Состояние Отвечать Таким же Словом Преодолеет Себя И Не Скажет Или Если Обманщику Тот Полагает Душу Свою За Ближнего Сказал Ава Пимен Употребляй Все Усилия Чтоб Никому Не Делать Зла И Иметь Чистое Сердце Ко Всем Человекам Ава Пимен Говорил Если Будешь Соблюдать Молчание То Найдешь Покой Везде Где Бо Ты Ни Был Не Жил Он Сказал В Какое Бо Затрудительное Положение Он Сказал Земля На Которой Господь Заповедовал Исключительно Приносить Ему Жертву Есть Смиренно Мудрия Преподобный Пимен Великий Сказал Трезвение Сердечное Безмолвие И Рассуждение Вот Три Делания Души Под именем Безмолвия Сердечного Здесь Разумеется Умная Молитва Совершаемая Сочувствием И Соучастием Сердца Ненарушаемая Рассеянность И Мечтательностью Брат Спросил Аву Пимена Каким Образом Должен Человек Проводить Своё Жительство Старец Отвечал Видим Даниила На Которого Не Нашлось Другого Обвинения Кроме Обвинения Служения Богу 110 Ава Пимен Сказал Нестяжание Терпение И Рассуждение Суть Триделания Безмолвной Жизни Как И Писание Говорит А Если Три Мужа Среди Ной Даниил И Ивов Восстанут Они В правде Своей Спасутся Ной Изображает Собою Нестяжание И Втерпение Даниил Рассуждение Если Эти Три Делания Будут В Человеке То Бог Будет Обитать В Нем Ава Пимен Сказал Если Человек Не Возненавидит Двух Страстей То Невозможно Быть Свободным От Мира Его Спросили Каких Он Отвечал Телесного Упокоения И Суетной Славы Телесным Упокоением Называются Аскетическими Отцами Все Роды Телесного Наслаждения Невозможно А суетной Славой Похвала От Человеков Просил Ава Феодор Сермейский Наставление У Авы Памво После Продолжительного Молчания Памво Сказал Феодору Феодор Иди Стижи Милости Получишь Дерзновение Пред Богом Сказал Ава Памво Если Будешь Иметь Сердечное Трезвение То Возможешь Спастись Однажды Архиепископ Феофил Посетил Скиц Братья Собрались К нему И сказали Аве Памво Скажи Папе Назидательное Слово Которое Принесло Ему Пользу Царец Отвечал Если Молчание Мое Не принесет Ему Пользы То Не Принесет Пользы И Слово Мое Сказал Ава Павел Скицкий Вижу Себя Утопшим В грязи По шею И плачу Перед Иисусом Моим Говоря Помилуй Меня Страница 320 Блаженной Памяти Павел Простый Ученик Ава Антония Поведал Отцам Следующее Однажды Пришел Он в монастырь Для посещения И наставления Братьей После Обычных Взаимных Приветствий Они пошли В церковь Божию К молитвенному Правилу Блаженный Павел Оставаясь У входа Смотрел На каждого Входящего Церковь Внимал Тому Душевному Расположение С которым Каждый Ходил Он По особенному Дару Благодати Божией Видел Состояние Души Каждого Подобно Тому Как мы Друг у друга Видим Лица Все Входили Светлыми Веселыми Лицами С каждым Шел Ангел Радуясь О нем Но Одного Из братьев Видел Павел С лицом Черным Все Тело Его было Темно С обеих Сторон Держали Его Демона И влекли К себе Вдевая Узду В его Ноздри Святой Ангел Печальный И плачущий Следовал Издалека Проливая Слезы И часто Ударяя Себя Рукою В грудь Павел Сидел У дверей Церковных И горько Рыдал О том Кого Он увидел В таком Душевном Состоянии Некоторые Из братьев Видев Внезапную Перемену Старца Его Слезы И рыдания И полагая Что он Увидел Что-либо Достойное Сожаление Во всем Обществе Их Упрашивали Его Сказать Им О причине Плача Предлагали Ему Войти С ними В церковь Но Павел Не принял Предложения Их И отказавшись Войти Церковь Сидел У дверей И горько Плакивал Виденного Им По окончании Непродложительного Церковного Молитвословия Павел Опять Внимательно Смотрел На выходящих Чтобы видеть В каком Душевном Состоянии Каждый Выйдет Из церкви И вот Видит он Что муж У которого Прежде Лицо Было Черным И все Тело Темным Выходит Из церкви С лицом Светлым Тело Его Было Чисто Демоны Которые Прежде Держали Его Шли Вдали Возле Него Шел Ангел Веселие И радости О нем Павел Пришел В восторг От радости И благословляя Бога Обзывал О Неизреченное Милосердие Божие И благость О Божественная Милость И неисчислимые Щедроты Поспешно Взошел Он На возвышенное Место И громким Голосом Сказал Придите Видите Дела Господа Как они Страшны Как они Достойны Всякого Удивления Придите Видите Того Кто хочет Всем человеком Спастись И в познание Истины Прийти Придите Поклонимся И припадем Перед ним И скажем Ты один Можешь Отпущать Грехи На голос Павла Стеклось Все Братство Монастыря Желаю Услышать Что он Скажет Когда Пришли Все Павел Поведал Виденное Им Когда Братья Входили В церковь И после Когда Выходили И спросил Он Мужа Сказать Причину По которой Бог Даровал Ему Такое Внезапное Изменение Обличенный Павлом Брат Открыто Поведал Всем Окружавшим Его Я Грешник И в течение Продолжительного Время И на селе Жил Предаваясь Любодеянию Ныне Вошедший Святую Божию Церковь Услышал Глаз Читаемого Пророка Исаии Правильный же Глаз Бога Говорившего Через Пророка Омойтесь Очиститесь Отнимите Лукавство От душ Ваших Предачами Моими Научитесь Творить Добро Если Будут Грехи Ваши Как Багряные Как Снег Убилю Если Захотите И послушайте Меня Будете Есть Благо Земли Я Продолжал Он Приведен Был Этими Словами В Необыкновенное Умиление И Воздохнув От глубокого Сознания В греховности Моей Возопил Мысленно К Богу Боже Пришедший В мир Грешников Спасти Соверши На самом деле Со мною Грешным И Недостойным То Что Ты Обитовал Ныне Вот Ныне Жидаю Тебе Обещание Исповедуя Его Сердцем И утверждая Словом Что Уже Не буду Более Делать Этого Греха Что Отрицаясь От Всякого Беззакония И Послужу Тебе Отсели Чистой Совести Господи От Сего Дня И Часа Прими Меня Приносящего Покаяния И Преподающего Тебе Отрицающего От Всякого Греха Дав Эти Обеты Я Вышел Из Церкви Положив Завет В Душе Моей Не Делать Ничего Неблагоугодного Перед Очами Господа Услышав Это Братья Вся Воскликнули Господу Громким Голосом Говоря Возвеличились Дела Твои Господи Все Премудрости Сотворил Христиане Познавая Священного Писания Божественных Откровений Великую Благость Божию К тем Которые Благоговейно Обращаются К Нему И Покаянием Ощущает Прежде Содеянные Грехи Свои Познавая Что они Не только Не подвергаются Казним За эти Грехи Но и Наследует Вечное Благо Не будем Отчаиваться В спасении Нашем Бог Как Через Исаию Пророка Обетовал Тех Которые Погрязли В грехи Снова Омыть Убелить Подобно Овечьей Шерсти И Снегу И Исполнить Небесными Благами Горного Иерусалима Так Опять И через Пророка Из Икииле Склятво И удостоверяет Нас Живу Я Говорит Господь Не хочу Смерти Грешника Но чтобы Он Обратился И жив Был Брат спросил Аву Руфа Какое Значение Безмолвия И какая Польза От него Старец Отвечал Ему Безмолвие Есть Уединенное Пребывание В теле Своей С разумом Разумное Они Безрассудное И страхом Божиим В памятовании Бога В различных Видах Молитвы В удалении От памятозлобия И высокоумия Эти две Страсти Очень борют Безмолвника Основывая С первой На второй Такое Безмолвие Рождает Все Добродетели И охраняет Инока От всех Рожженных Стрел Врага Не допускаю Извляться Ими Истинно Истинно Говорю Вам Стижи Брат Такое Безмолвие Памятствую О смерти Твоею Потому что Не знаешь В который Час Придет Вор Бодрственно Душою Твоею Сказал Ава Сесой Великий Будь Обесчещен То есть С полным Терпением Охоты Переноси Бесчестие Вполне Отвергнись Своей Воле Отвергни Все Что приводит К попечениям Мира Сего И к Рассеянности И найдешь Спокойствие Брат Брат Спросил Ава Сесой Намерев Намереваюсь Хранить Мое Сердце Старис Отвечал Ему Как Возможно Охранять Наше Сердце Когда Язык Наш Подобен Отверстым Дверям Брат Сказал Славис Сесою Усматривай Что Память Божия Умная Молитва Постоянно Пребывает Во Мне Старис Сказал Это Невелико Что Ум Твой Постоянно Направлен К Богу Велико То Когда Кто Увидит Себя Худшим Всякой Твари Старис Сказал Так По Той Причине Что Истинное Действие Умной Молитвы Всегда Основано На Глубочайшем Смирении И Проистекает Из него Всякое Иное Действие Умной Молитвы Неправильно Ведет К Само Обольщение И Погибели Некоторые Брату Сильно Просил Авус Сесоя Сказать Ему Назидательное Слово И Ава Сказал Пребывай Трезвенно Бодрствуй Над Собою В Келии Твоей И Мысленно Представь Себя Богу Предстань Богу Ощутив Его Присутствие Со Многими Слезами Сокрушение Духа И Найдешь Покой Брат Спросил Авус Сесоя О Монашеском Жительстве Ава Отвечал Пророк Даниил Сказал О себе Хлеб Возделенно Не ел Монашеское Жительство Требует Непременно Отвержения Всех Плотских Наслаждений При них Оно Состояться Не Может Сказал Авус Сесой Какое Что бы ни случилось искушение с человеком Он должен предавать себя воле Божией И исповедовать Что искушение случилось за грехи его Если же случится что доброе Должно говорить Что оно устроилось по промыслу Божию Некоторые спросили Авус Сесоя Если брат подвергнется падению Должно ли ему каяться в течение года Он отвечал Жестоко слово это Они сказали И так В течение шести месяцев Он отвечал Много Они предложили Сорок дней А он И этот срок Назвал Излишним Они сказали Сколько же ты назначишь И то скажи Если пойдет Брат И случится Вечеря любви Должно ли ему прийти На эту вечерю Старец Отвечал им Нет Он должен приносить Покаяние В течение Нескаких дней Верую Богу моему Если брат будет Приносить покаяние От всего сердца своего То в три дня Примет его Бог Брат сказал Ависисою Ава Что делать мне Я пал Старец отвечал Встань Брат сказал Я встал И опять пал Старец отвечал Снова встань Брат Да коли же мне Вставать и падать Старец До кончины твоей Ава Иосиф Спросил Авусисоя В какое Пространство Времени Человек может Искоренить Свои страсти Старец Сказал Ты хочешь Знать о времени О годах Да Отвечал Иосиф Старец Сказал ему В то время В которое Восстанет Какая-либо Страсть Искореняя Ее Брат Спросил Авусисоя Как мне Проводить жизнь Как спастись Как угодить Богу Старец Отвечал Если хочешь Угодить Богу То Иступи Из мира Отделись От земли Оставь Тварь Приступи К Творцу Совокупи Себя С Богом Молитвой И плачем И обретешь Покой В этом И в будущем Веке Брат Спросил У Авусисоя Как ему Жить Старец Отвечал То чего Ты ищешь Обретается Строжайшим Безмолвием И смирением Брат Спросил Авусисоя Что приводит К смиренно мудрию Старец Сказал ему Когда Кто будет Подвязаться Что подвязаться Признавать Каждого человека Лучшим Себя То этим Идолом Что они Идолом Что они имеют уста И не говорят Имеют очи Но не веют И уши имеют Но не слышат Таким Должен быть Идолы Суть Мерзость И монах Додумает О себе Что он Мерзость Встань И пойди Отсюда Весистою Когда Читают Книги Хочу Замечать Мудрые Извечения Чтобы иметь Их в памяти На случай Нужды Старец Отвечал ему Это не нужно Нужно Стижать Чистоту Ума И говорить Из этой Чистоты Возложившись На Бога Авва Силуан Однажды В присутствии Бывших У него Братьей Пришел В выступление И пал Ниц на Лицо Своё После Продолжительного Времени Он встал И предался Плачу Братья Начали Успокаивать Его Говоря Что с тобой Отец Но он Молчал И плакал Они Упрашивали Его Дать ему Ответ И он Сказал Я был Восхищен На суд И видел Что многие Из нашего Иночи Сквачина Шли В муку А многие Из мирян Шли В царство Небесное И плакал Старец Не хотел Выходить Из кельи Своей Хотя И упрашивали Его Выйти Когда же Он выходил То покрывал Куковем Лицо Своё Говоря Зачем Мне смотреть На этот Временный Свет В котором Нет Ничего Полезного Для меня Когда Василуан Жил В горе Синайской Первоначально Он жил В египетском Ските Ученик Захаре Однажды Уходя На работу Сказал Старцу Пусти Воду В сад Для Напоения Его Старец Вышел Из кельи Покрыл Куколям Лицо Своё Так Чтобы Видеть Только Стопы Ног Своих В это Время Посетил Его Некоторый Брат И Увидев Его Издали Наблюдал Что Он Делает Потом Подошедший К нему Сказал Отец Для чего Ты Занимаясь Напоением Сада Покрыл Лицо Твоё Куколям Старец Отвечал Ему Чтобы Не Видеть Деревьев И Чтобы Это Не Отвлекло Ум Мой От Его Делания Однажды Вошел Кави Сюлан Ученик Его Захария И Нашел Его В состоянии Иступления Руки Его Были Простерты К Небу Затворил Дверь Захария Вышел Потом Он Приходил В шестом И девятом Часы И Находил Старца В том же Положении В десятом Часу Он Опять Пришел И Нашел Его Погружен В Молчание Отец Что С Тобой Спросил Его Захария Старец Отвечал Сегодня Мне Не Поздоровилось Тогда Захария Пал К ногам Его И Обняв И Так Говорил Ему Не Оставлю Тебя Доколе Ты Не Поведаешь Мне Виденного Тобою Старец Сказал Ему Я Был Взят На Небо И Видел Славу Божию Там Стоял Я До Сели А Теперь Отпущен Один Из Отцов Рассказывал Однажды Я Беседовал Сава И Силуаном И Внезапно Увидел Что Лицо Его И Тело Озарились Светом Как У Ангела И Я Пал Ниц От Этого Видения Однажды Вопросили Аву Силуана В чем Заключается Твое Делание За Которое Ты Получил Такую Благодать Он Отвечал Я Никогда Не Попускал Войти В сердце Мое Помысл Прогневляющему Бога Он Сказал Когда Стоишь Совершая Твои Молитвы Ум Твой Довнимает Силе Слов И Думаешь Что Ты Предстоишь Богу Истязующему Сердца И Утробы Когда Восстанешь От Сна Прежде Сего Прославь Бога Устами Твоими Потом Начни Правила Твое Легкое И Тихо Вспоминая Греховность Твою И Воздыхая О ней Так же Ожидающую Тебя Вечную Муку Еще Сияла Как Молния Так А А Вы Же Были Ава Силуан И Ава Сисой Некоторый Брат Пришел К Ави Серапиону Старец Предложил Ему По Принятому Между Монахами Обычаю Сотворить Молитву Но Брат Отказался Называя Себя Грешным Недостойным И Самого Монашеского Образа Старец Хотел Умыть Ему Ноги Но Он Не Допустил Отказавшись Теми же Словами Ава Предложил Ему Разделить С собой Трапезу Когда Они Вкушали Пищу Старец Начал С любовью Говорить Ему Сын Мой Претерпевай Пребывание В хижине Твоей Внимай Себе И Еланию Твоему Потому Что Хождение С места На место Не Принесет Тебе Такой Пользы Какую Принесет Безмолвие Брат Услышав Это Огорчился И так Изменился В лице Своем Что Огорчение Его Не Могло Укрыть От Старца Тогда Ава Серапен Сказала Ему До сего Времени Ты Называл Себя Грешником И Говорил О себе Что Ты Недостой Ни Жизни А Только Что Я С Любовью Сказала Полезным Для Тебя Как Ты Разгневался Если Хочешь Стижать Истинное Смирение То Приучайся Мужественно Претерпевать Наносимые Оскорбления От Других А Пустым Смиренно Словием Не Облекайся Брат Выслушав Это Просил У Старца Прощения Сознаваясь В ошибочности Своего Поведения И Пошел От Него Получив Большую Пользу Сказал Авва Серапион Как Телохранители Царя Предстоя Ему Не Могут Оглядываться Ни Направо Ни Налево Так И Человек Предстоя Богу И Ощущая Страх Его Не Может Ни На Что Иное Обращать Внимание Сказал Авва Страгири Претерпевайте Пребывание В теле Безмолвствую Охраняя Ум От Греховных И Пустых Помыслов Молясь Непрестанно Возлагая Надежду Нашу На Бога И Он Даст Вам Разум Свой Духовный И Просветит Ваш Ум Он Сказал Если Хотите Спастись То Убегайте От Человеков Он Сказал Бежим Мир И Всего Принадлежащего Миру Потому Что Время Наше Приближается Он Сказал Сколько Будем Плакать И Раскаиваться О Том Что Ныне Не Плакали И Не Приносили Покаяния Он Сказал Не Будем Любить Похвалы И Не Будем Порицать Сами Себя Он Сказал Великые И Чудные Отцы Наши Были Пастырями Многих А Я Страстный Не Могу Быть Пастыром И Одной Отцы Самого Опять Сказал Будь Превратником Сердца Твоего Чтобы Не Входили В него Чуждые Постоянно Говори Приходящим Помыслам Наш ли Ты Или От Сопостатов Наших Опять Сказал Бесовское Коварство И Дело Внушать Нам Отчаяние После Того Как Они Повлекут Нас В грех Вовлекут Чтобы Отчаянием Погубить Нас Окончательно Если Бесы Говорят О душе Когда Умрет И погибнет Имя Его То Душа Если Она Пребывает Во внимании И трезвении Отвечает Им Следующими Словами Не Умру Но Жив Буду И Поведаю Дела Господни Бесы Будучи Наглые Бесцыдны Опять Влагают Нам Привитай По Горам Как Птица Но Мы Должны Говорить Им Ибо Тот Бог Мой Спаситель Мой И Защититель Мой И Не Подвижуся И Не Приселюсь Брат Спросил Старца По Какой Причине Я Осуждаю Братью Старец Отвечал Потому Что Ты Еще Не Познал Себя Самого Видя Себя Не Видит Недостатков Брата Ам Ам Сар Была Борима Бесом Блуда В Течение Тридцати Лет И Никогда Не Помолилась О Том Чтоб Брань Отступила От Нее Но Молила Только Бога Даровать Ей Мужество И Терпение В Бране Поведали Облаженной Деве Саре Что Она В Течение Шестидесяти Лет Живя Над Рекою Ни Разу Не Выглянула Чтоб Посмотреть На Реку Для Безмолвника Очень Важно Воздержание От Любопытства Запечатлевающего Душу Впечатлениями Мира Сего Вводящего В него Рассеянность И Развлечение Которое Наветует И Повреждает Его Молитву Сказывали О Скитянах Монах Египетского Скита Что Они Когда Какая Либо Добродетель Их Делалась Известной Уже Не Признавали Ее Добродетели Но Как Бы Грехом Так Опасно Для Подвижника Тщеславие Человекоугодие И Лицемерство Так Слабо Зараженное Грехом Сердце Человеческое Брат Спросил Аву Тифоя Какой Путь Идет К Смирению Старец Отвечал Путь К Смирению Есть Воздержание Молитва И Признание Себя Ниже Всякой Твари Однажды Аву Сидел В келии Своей При нем Был Брат Сожительствовавший Ему Аву Тифоя Надеясь В духовном Упоении Находясь Воздохнул Забыв Что Брат При нем Оглянувшись И видев Брата Он Поклонился Ему Сказав Брат Прости Меня Я Еще Не Монах Потому Что Воздохнул При Тебе Так Преподобные Инаки Боялись Являтельства И Охранялись От Счиславия Столько Близкого К Добрым Делам Совершаем Им Явно Из Келейных Писем Святого Тихона Воронежского Священное Писание Слово Божие Оно Говорит Тебе Как Говорит И Всякому Человеку Оно Дано Тебе Для Получения Вечного Спасения Почему Ищи Спасение Твоего В Слове Божьем Священном Писании Оставь Любопытствовать Что Делается В том Или Другом Месте А Заботься Узнать При Помощи Слова Божьей Что Делается В Душе Твоей Какой Ты Идешь Окончательной Цели К Погибели Или К Спасению На Каком Пути Ты На На Пути Праведных Или На Пути Нечестивых В Священном Писании Изображен Превыше Всякого Изображения Бог Чтобы Мы Познали Его Насколько И как Он Даровал Нам Познавать Его В Священном Писании Изложена Всесвятая Воля Бога Чтобы Мы Исполняли Ее В Священном Писании Описан Ветхий Новый Человек Или Погибающий Спасающийся Показан Путь Ведущий К Спасение И Путь Что Должно Встретить Каждого Человека После Его Смерти В Вечности Страница 330 Первейшее И Само Нужнейшее Дело Для Каждого Христианина Есть Стижание Вечного Спасения Нужны Нам Во Время Земного Странствования Нашего Одежда Пища Питье Жилище И Другие Подобные Потребности Но Спасение Нужнее Всего Оно Так Нужно Что Все Временное В сравнении С Ним Ничто Все Имеет Тот Кто Стяжал Спасение Ничего Не Имеет Тот Кто Не Стяжал Спасение Хотя Бо Весь Мир Принадлежал Ему Какая Польза Человеку Если Приобретет Весь Мир А Душа Своей Повредит Спасение Одно Есть На Потребу Спасение Есть Та Благая Часть Которая Не Отнимется От Души Стижав Его Все Вещественное Что Не Имеет Что Не Приобретем Что Не Имеем Во Время Земной Жизни Все Оставим В День Смерти Оставим В День Смерти Оставим Навсегда Родственников Друзей Богатства Почести Оставим Самое Тело Наше Вечное Спасение Или Вечная Погибель Они Одни Пребудут Нашим Достоянием Пойдут С нами Вечность Там Получат Полное Развитие Доставят Нам Или Некончающееся Блаженство Или Некончающееся Бедствие Главнейшим Делом Главнейшими Заботами Для каждого Христианина Да будут Дело Спасения Заботы О Снискании Спасения Занимающиеся Спасением Своим Из такового Сердечного Залога Спасутся Потому Что Всесильный Бог Благодатью Своей Поможет Ему Спастись Уверь Себя Что Бог Присутствует На всяком Месте Он Видит Всякое Дело Начинание Помышления Твое Слышит Всякое Слово Твое Он Он Вписывает Подробной Источностью И в Книгу Свою Все Поведение Твое Объявит Тебе Его В день Суда Твоего И воздаст Тебе По Поведению Твоему Обличу Тебя Говорит Он Через Порока И Представлю Пред Лицом Твоим Грехи Твои Во Друзей Это В памяти Твоей И будешь Обновляться Ежедневно Мы Нуждаемся Насильно Усваивать Себе Самые Обязательные Осязательные И очевидные Истины Мы Отравлены Грехом Мы Находимся В состоянии Пагубного Самообольщения Отчуждались От Спасительной Истины Отчуждились Уверь Себя Что Подвергнутся Вечные Муки Нечестивые Нераскаянные Грешники Что Наследует Вечное Блаженство Праведники И Покаявшиеся Грешники Уверь Себя Что Ты Умрешь Умрешь Непременно Видишь Как Почившие Братья Твоих Выносят Из Жилищ Их Выносят Одинаково Из Смиренной Хижины Из Великолепного Чертога Одинаково Предают Земле Это Непременно Последует И с тобой Земля Ты В землю Пойдешь Все Мертвецы Оставили Все Что Не имели Оставишь И ты Когда Они Приблизились К часу Смерти Тогда Попали Поняли Что Все В этом Мире Суета Сует Все Суета То есть Суета В самом Сильном Значении Этого Слова Ты Поймешь Это По Необходимости Когда Наступит Час Смерти Твоей Лучше Понять Это Благовременно И Сообразно Такому Понятию Направить Деятельность Свою При Пришествии Смерти Никто И Ничто Не Может Оказать Вспомощение Вспомощение Тому Кому Пришла Она Ни Домашняя Ни Друзья Ни Высокий Сан Ни Громкий Титул Ни 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 Смерть И Неумолимо И Неотразимо Не Хотят Ближние Умирающего Отпустить Его И Он Не Хочет Оставить И Все Земное К Чему Пристрастился И Природился Долгим Навыком По Воле Но Воля И Рука Смерти Могущественнее Его Воли И Усилий Воли И Усилий Всех Человек Против Воли Своей Против Воли Ближних Своих Умирающий Оставляет Всех И Все Увлекается Насильно В неизвестную Вечность Тщетны Слезы Тщетны Рыдания Тщетны Вопли Тщетны Стоны И Терзания Так Умерли Все Умершие Так Умрешь И Ты При Наступлении Смертного Часа Воскресает В памяти Умирающего Вся Протекшая Жизнь Его Готов Для него Суд Нелицеприятный Долженствующий Решить Его Участь На Вечность Страшные Трепеты Недоумения Объемлют Его Таково Будет И Твое Положение Когда Окончив Своё Земное Странствование Ступишь На Грань Отделяющий Временное От Вечного Тленное От Нетленного Блаженно Умирающий В Господе Когда Он При Смерти Оставит Все Тогда Приизобильно Соединиться С Господом Источником И сокровищницей Всех Благ Потому Что Во Время Земной Жизни Он Оставлял Все Что Приобреть Господа Благоугождай Богу Отныне Как Тщательно Благоугождает Раб Владыки Своему Чтобы Тогда По Разлучении Души Твоей От Тела Он Признал Тебя Рабом Своим Простер К тебе Свою Всемогущую Десницу Избавил Душу твою От врагов Твоих Демонов Которые Устремятся На тебя Подобно Лютым Зверям Чтобы Похитить Тебя Незвести В темнице Иогни Ада Десять Возлюбленный Непрестанно Вспоминай Постоянно Помни Час Смерти Твоей Страшен Этот Час Не только Для грешных Но и Для святых Святые Проводили Всю жизнь Свои В размышления О смерти Взоры Ума И сердца Их То устремлены Были Во врата Вечности В необъятное Пространство Начинающееся За этими Вратами То обращались К греховности Своей Смотрели Туда Как бы В темноту В темную Бездну И сердце Сокрушенного И сердце Болезнующего Проливали Они теплейшие И непрестанные Молитвы К Богу О помиловании Обратись От суеты И самообольщения Обратись К истине Обратись От греха И мира К Богу Обратись От временного К вечному Отверши Все пустые Занятия И наслаждения Приступи К слову Божию Держись Этого Спасительного Животворящего Слова Оно Просветит Тебя И будет Руководствовать К вечному Блаженству Познай Познаешь Этого И не Убедишься В этом Произвольно Из Слова Божия То Познаешь И убедишься Невольно При наступлении Смерти Кто Чего Не изучает Тот Того И не знает Кто О великом Мало Старается Или вовсе Не старается Тот Считает Это великое Маловажным Малозначущим Ничтожным Не знают Христиане Христианства От того Что Не изучают Его Не обращают Они никакого Внимания На искупление Человечества В очеловечившемся Богом Попирают Это великое Дело Божие Потому что Не заботятся И не думают О своем Спасении Пренебрегая Великими Дарами Божьими Они всецело Предаются Суетность Которая Прелесть В которой Нет ничего Существенного Возгорится Гнев Божий На таких Христиан Отраднее Будет Идолопоклонникам И Магометанам В день Суда Божия Неже Таким Христианам Если хочешь Чтобы вечное Спасение Было Твоим Главным Делом Будь Посреди Этого Мира Как Странник И Пришлец Перед Потопом Люди Ели Пили Женились Выходили замуж Мертвы Идите На суд По этому Бесстрашному И плотскому Образу Жизни Заключаем Что Близок День Господень Не обольщайся Богопознанием И Богопочитанием Нынешних Христиан У которых На языке Исповедание Бога А в сердце Безбожие Показывай Богопознание И Богопочитание Твое Делами Твоими А не Одними Словами Мир Не иное Что Как похоть Плотская И похоть Очей Гордость Житейская Все это Заключается В сердце Надо Все это Выгнать Из сердца Чтобы оно Просветилось Потому что Мир и Духовное Просвещение Сердца Противны Друг Другу Надо Одному Выйти Вон Чтобы Поместилось Другое И чем Более Будет Выходить Мир Тем более Будет Просвещаться Сердце Чтобы Познать Бога Нужно Откровение Свыше Слово Божие Проповедует Бога Но Без Бога Познать Бога Не Можем Слеп И темен Наш Разум Нуждается В просвещении От Самого Того Который Тьмы Производит Свет И Потому Надо Слово Божие Внимать Но Просвещение Просить От Самого Бога Тьму Надлежит Прогнать Выше Естественным Светом Святое Писание Есть Светильник Но Только Открытое Внутреннее Око Может Видеть Свет Этого Светильника Слепой Не Видит Света Надо Иметь Открытые Глаза По Этой Причине Пророк Молится Открой Очи Мои Уразумей Чудеса Закона Твоего Отрекшиеся От мира Хотя И азбуки Не знают Но Мудрейшими Бывают Божиим Просвещаем И Светом Более Тех Которые Все Писание Знает Но Ищет В мире Всем Прославиться Святое Писание Знает Но Ищет В мире Всем Прославиться Святое Писание Дано Нам От Бога Ради Нашего Спасения И прославления Имени Божия Ради Того Должно Его Читать И Поучаться И Внимать А Когда Ради Прославления Нашего Читаем И Чимся Его Знать То Оно Не Только Не В пользу Но Во Вред Будет Нам Вся Дарование Божие Обращается Нам Во Вред Когда От Него Не Божьей Но Нашей Славы Ищем 20 Помни Бога Без Бога Познать Не Можем И Чем Кто Более Бога Познает Тем Более Смиряется Боится И Любит Его Думай И Постоянно Держи В памяти Что Бог Есть Твой Бог Творец Господь Царь Промыслитель Хотя И всех Он Есть Бог И Хотя Всем Рано Повелевает Уклоняйся От Зла И Творить Благое Но Принимай Как бы повеление От Тебя Одного Касалось Тогда С помощью Его Породится В Тебе Новое Движение И Новый Дух И Чем Счастье В этом Размышлении Поучение Будешь Поучаться Тем День Без Безбожие Безбожие Кроющегося Внутри Сердца Таково И Говорит Сердце Своем Нет Бога Таковы Бога Исповедуют Что знают А делами Отрицаются Его Люди Желая Сделать Беззаконие Ищут Сокровенных Мест Блудники И воры Ищут Ночи И тьмы Лихаимцы И наздоимцы Берут Мзду Тайна Лукасы Хитрецы Листецы Лицемеры И злобные Люди Себя Скрывают Зло Свое А и все Дела Темные Соделывают Делатели Их Во тьме Как Сыны Тьмы Все Делающее Зла И ненавидит Свет И не приходит К свету Чтобы Не обличились Дела Их Ибо Они Лукавы Все Таковые Люди Ищут Укрытия Но Обманываются Бедные Кто Хочет Христа Принять Сердце Свое Саму Надо очистить Себя Истинным Покаянием От Закона Божия Познать Свои Грехи И очистить Их Покаянием Жалением И сокрушением Сердца А наиболее Просить Очищение Их От Бога И тогда Придет К Нему Христос Сын Божий Своим Евангелием И им Подаст Утешение Не Мира Сего Но Такое Какого Мир Не Может Приять Двояких Попечений Постегает Как он Никогда Не Предполагал Будь Всегда Таким Каким Желаешь Быть При Кончине Размышляй Об этом Внимай Себе И не захочешь Ни чести Ни славы Ни богатства Никаких Других Преимуществ И наслаждений Мира Думай Что умрешь Сегодня Или завтра Тогда Вся Суета Исчезнет Из сердца Твоего Что В чести Славе Богатстве И преимуществ К тому Кто Находится При Кончине Предлагай Ему Царство Предлагай Золотые Горы Он Не Обратит Никакого Внимания На Эти Предложения Одна У него Мысль Одна У него Забота Как Б Отойти Отсюда С Надеждой Спасения И Блаженства Стижи Отныне Такое Настроение И ты Каждый День Твоей Жизни Признавай Последним Днем Ее И Ожидай Что Господь Твой Призовет Тебя При Таком Настроении Ничто В мире Не Будет Тебе Казаться Привлекательным Если Будешь Постоянно Стоять На Этой Страже И Бдеть То Скончаешься Благополучно Ныне Во Время Земной Жизни Часто Нисходя Умом Во Ад Чтобы Не Зайти Туда Навечно Душою И Телом Некоторый Брат Пришел В Хермейскую Гору Кави Феодору Старцу Великому По жизни И Добродетелям И Сказал Ему Отец Что Мне Делать Душа Моя Погибает Старец На Это Почему Так Сын Мой Брат Отвечал Когда Я Проводил Жизнь Мирянина Много Постился И упражнялся В бдениях Имел Обильные Слезы И Умиление Ощущал В себе Ревность Ныне Когда Отрекся Мир И Сделался Иноком Не Вижу В себе Ни Одной Добродетеля Старец Сказал Ему Поверь Мне Сын То В чем Ты Преуспевал В мирской Жизни Преуспевал По причине Гордыни И похвалы Человеческой Они Споспешив Тебе Тонко Действуя В тебе Дело Не твое Неприятно Было Богу И дьявол Пренебрегал Тобой Не воздвигая Против тебя Брани И не Препятствуя Такому Преуспеянию Твоему Ныне же видишь Что ты Вышел На войну Против Него Он Вооружился Против Тебя Но Богу Угоднее Один Псалом Ныне Произносимый Тобой И со Смирением Нежели Тысяча Псалмов Которые Ты Произносил Находясь В мирской Жизни Так же Приятнее Ему Нынешний Незначительный Пост Твой Всенедельного Поста Которым Ты постился Находясь В мирском Житии Брат Сказал На это Отец Ныне Я вовсе Не пощусь Все Добродетели Взяты От меня Старец Брат Довольно Тебе Того Что имеешь Терпи С благодарением И будет Тебе Благо Но Брат Настаивал На своем Точно Говорил Он Погибла Душа Моя Тогда Старец Сказал Брат Опасаясь Чтобы не Ослабить Твое Смиренно Мудрее Я не Хотел Говорить Тебе Того Что вижу Себя Вынужденным Высказать По причине Состояния Уныния В которое Ты Приведен Дьяволом Выслушай Внимательно Слова Мои Мнение Твое Что ты Имел Добродетели Так и фарисей Погубил Все свои Добрые Дела Теперь Когда ты Думаешь Что решительно Не имеешь Ни одного Доброго Дела Этой Одной Смиренной Мысли Уже Достаточно Для твоего Спасения Так Было Правдан И мытарь Не сделавший Ни одного Доброго Дела Грешный Или Ленивый Человек Сокрушенный Смиренным Сердцем Угоднее Богу Человека Делающего Много Добрых Дел И зараженного По причине Брат Услышав Это Ощутил В душе Своё Утешение И разрешение Недоумения Своего Он Поклонился Старцу До земли И сказал Ныне Припосредствии Твоём Спасена Душа Моя Ава Феодор Фермейский Сказал Человек Пребывающий В делу Непокаяния И исполняющий Заповеди Духовно Не Обязывается Исполнять Их Телесно Так Пребывающий В безмолвии И оплакивающий Грехи Свои Уже не должен Оставлять Теле И делать Делание Покаяния Посещать Болящих Заключённых В тюрьмах И так далее Один Один из Отцов Пришедших Кави Феодор Сказал Ему Такой-то Брат Возвратился В мир Оставив Иночество На это Ава Феодор Сказал Этому Удивляешься То есть Жить Точно Приблизилось Время Моего Переселения И Плач Его Усиливался С каждым Днём Ощутив Душевную Пользу От этого Поведения Мы Спросили Старца Отчего Слёзы Не всегда Приходят Сами Собой Но иногда Добываются С большим Трудом Старец Отвечал Слёзы Подобны Ненастью И дождю А монах Подобен Делателю Когда он Увидит Дождь То Должен Озаботиться Чтобы Ни малейшая Часть Его Не погибла Но чтобы Он Весь Зашёл В сад И напоил Его Истинно Говорю Вам Дети Мои Нередко Выпадает Во всем Лете Один Дождливый День Действует Благотворнее Всех Прочих Дней И Спасает Всё И Потому Когда Заметим Пришествие Его Воспрянем Сохраним Особенное Трезвение Упраздним В прилежных Молитвах К Богу Потому Что Не знаем Придёт Ли Ещё Когда Слёзный Дождь Опять Спросили Мы Отца Как Возможен Человек Сохранить Слёзы Когда Они Придут Старец Отвечал Прежде Всего Он Должен В тот День И В то Времени Выходить К Иному Брату Должен Охраниться От Излишнего Употребления Пищи А Сердцем От Чтению Впрочем Когда Плащ Придёт К нам Тогда Он Сам Укажет На То Что Возбуждает И На Что Препятствует Пришествие Его Что Препятствует Пришествие Его Опять Он Говорил Верую Что Бог Причислит Мученикам Того Человека Который Благим Произволением Предаётся Деланию Плача Пролияние Слёз Бог Примет От Него Как Пролияние Крови Он Поведал И Следующее Наставник Мой В течение Всей Жизни Своей Постоянно Любил Уходить В дальнюю Пустыню И Там Безмолв Точь Однажды Я Сказал Ему Зачем Ты Убегаешь В пустыне Живи Без Людей И получишь Большую Награду От Бога Старец Отвечал Поверь Мне Сын Мой Да Коли Человек Не будет Равен Моисею Своей Я Сын Адамов Подобно Отцу Моему Который Увидев Плод Не Воздержался От Него Я Когда Вижу Плод Преподающий Грехи Немедленно Побеждая С желанием Его И Вкусив Его Умираю По Этой Причине Отцы Наши Убегают В пустыне И Там Умерщвляют Лакомства Не находя Той Пищи От Которой Рождаются Греховные Страсти Авва Фиона Сказал Нас Пленяет Плодские Похоти По той Причине Что Ум наш Утратил Ведение Божественное Ведение Божественное Рождается От Внимательной Молитвы Особенно Умной Архиепископ Феофил Посетил Однажды Гору Нитрийскую И Пришел К нему Авва Горы Архиепископ Сказал Ему Какое Сделание По твоему Опытному Сознанию Есть Высшее На Иноческом Пути Старец Отвечал Повиновение И Постоянное Самоукорение Обвинение Осуждение Себя Архиепископ Сказал Иного Пути Кроме Этого Нет Архиепископ Феофил Говорил Какой Обымет Нас Страх И Трепет В Какое Вступим Трудное Положение Когда Душа Будет Разлучаться С Противных Сил Князья Тьмы Злобной Миродерства Начало И власти Духа Вразебного Богу Они По праву Овладевают Душой Произвольно Подчинившуюся Им Представляя Ей Все Грехи Сделанные Ей В Ведении И Неведении От Юности До Конца Жизни Все Дела Ее Предстанут Ей И Обличат Ее Сверх Того Каким Представ Себе Трепетом Будет Объята Душа Доколе Не Произвестется Наде Решительное Определение И Не Совершится Определение Ее Это Время Время Тесноты Время Недоумения Лицом К лицу Против Сил Неприязненных Станут Силы Святые Выставляя Благие Дела Души В Противоположность Выставляемому Врагами Грехам Представ Жи Себе Какой Страх И Трепет Мучат Душу Находящуюся Посреди Этих Друг Другу Противных Доколе Суд Наде Не Будет Решен Праведным Судьею Если Душа Окажется Достойной Милостей Божией То Бесы Посрамляются Она Приемлется Ангелами Тогда Душа Успокаивается И будет Жить По Писанию Как Вселящихся Всех Жилища В Тебе Тогда Душа 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 Восходит В туне С глаголом Радость И славу Которая Во дворица Если Душа Будет Застигнута В нерадивой Жизни То Услышит Ужасный Голос Да Возьмется Нечестивый И Да Не Видит Славы Господней Тогда Постигнет Ее день Гнева День Скорби День Тьмы Мрака Преданная Во тьму Кромешная И осужденная В вечный Огонь Она Будет Терпеть Наказание В бесконечные Веки Где Будет Тогда Радость Мирская Где Тщеславие Где Роскошь Где Наслаждение Где Величание Где Него Где Пышность Где Богатство Где Благородство Где Отец Где Мать Где Брат Кто Возможет Избавить От мук Душу Горящую В огне И терпящие Ужасные Мучения Если Так То Как Свято И Благочестиво Должно Быть Наше Житие Какую Любовь Должны Мы Стижать Какой Должна Быть Наша Жизнь Каким Обращение С Близни Каким Поведение Каким Прилежание Какое Молитва Каким Постоянство Сих Ожидающий Говорит Апостол Постараемся Ни скверными Ни порочными Предстать В мире Чтобы 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 Удосто Нам Услышать Глаз Господа Говорящего Придите Благословенные Отца Моего Наследуйте Уготованное Вам Царствие От Создания Мира Во Веки Веков Аминь Спросила Амма Феодору Архиепископа Феофила Какое Значение Имеет Извречение Апостола Испытывайте Время Он Отвечал Это Значит Что Вся Земная Жизнь Наша Подобна Производству Торговли Например Когда Настанет Время В которое Посыплются На тебя Поношение Ты Искупи Это Время Смиренно Мудрим И Приобрети Для себя Пользу Прибыль Барыш Таким Образом Все Противное И Неприязненное Нам Может Обратиться Если Захотим В пользу Нам Страница 341 Адора Сказала Постарайтесь Зайти Тесными Вратами Как Дерева Не Могут Принести Плода Если Не Подвергнутся Зимой И Снегу Так И Для Нас Это Жизнь Зима И Снег Если Не Подвергнемся Многим Скорбям И Напастям То Невозможно Наследовать Царство Небесное Она Сказала Душеполезно Безмолвствовать Как И Писание Говорит Муж Мудрый Безмолвие Водит Надо Знать Следующее Если Кто Начнет Безмолвствовать То Немедленно Приходит Лукавый Наводит На душу Тягость Разлинение Молодушие Множество Помыслов А на тело Болезни И лютое Изнеможение Расслабление Колены Всех Членов Он Заставляет Говорить Безмолвника Я Немощен И Не Могу Совершать Моего Молитвенного Правила Но Если Безмолвник Будет Мужествовать То Все Козни Врага Рассыплются Некоторый Безмолвствовавший Инок Только Что Начинал Своё Молитвенное Правило Как Схватывала Его Лихорадка Со Зновым И Жаром Причем Являлась Сильной Головная Боль Монах Когда Это Делалось С ним Говорил Сам Себе Вот Уже Я Болен К Смерти Встану Прежде Жи Смерть Постигла Меня Совершу Мое Молитвенное Правило Этими Словами Он Понуждал Себя И И И И И Своё Правило С Окончанием Правила Отступала От него Болезнь При Помощи Этого Жа Помысла Брат Боролся И С Унынием Не Опустительно Совершая Своё Правило Он Победил Уныние Амма Феодора Поведала Некоторый Инок Одолеваемый Множеством Скорбей Сказал Сам Себе Уйду Отсюда С этими Словами Он Начал Одевать Сандалии На Ноги И Внезапно Увидел В углу Келии Другого Человека Который Так же Обувался И Который Сказал Ему Из-за Меня Ли Ты Выходишь Отсюда Вот Во Всяком Месте Куба Куда Бо Ты Не Пошел Я Уже Буду Прежде Тебя Изречение Старцев Преимущественно Египетских Особливо Старцев Скита Которых Имена Не Дошли До Нас Моли Бога Чтобы Он Даровал Сердце Твоему Плач И Смирение Постоянно Устремляй Взоры Твои На Грехи Твои И Не Будешь Осуждать Других Повинуйся Всем Не Имей Дружбы Ни Неси Ритиком Отвергни Дерзость Свободное Обращение Удерживай Язык И чрево И воздерживайся От вина Если Кто будет Говорить С тобой О чем Не Спорь С ним Если Он Говорит Справедливо Вырази Твое Согласие Если Не Справедливо Скажи Ему Ты Знаешь Что Говоришь Не Войди Спор С ним По Поводу Того Что Он Говорит И Сохрани Дух Твой В мире Молодость Жизненных Потребностях И Плач Досожительствует Тебе Брат Спросил Старца Каким Образом Страх Божий Входит В человека Старец Отвечал Если Человек Стяжет Смирение И Нище И Не Будет Осуждать Ближнего То Страх Божий Войдет В него Жительство Монаха Должно Заключаться В труде Послушании Умной Молитве В устранении От себя Осуждения Злоречия И Ропота Говорит Писание Любящий Господа Ненавидьте Злое Жительство Монаха Заключается В том Чтобы Не вступать В общение С неправедным Чтобы Не видеть Зла Чтобы Не любопытствовать Не разузнавать И не слышать О действиях Ближнего Чтобы Не похищать Чужого Напротив Давать Свое Чтобы Не гордиться Сердцем И не лукавствовать Мыслью Чтобы Не наполнять Чрево Чтобы Во всем Поведении Руководствоваться Благоразумием В этом Монах Всего Что не любишь Сам Того Не делай Другим Не любишь Чтобы Тебе Говорили Неприятно Не говори Неприятного Другим Не любишь Чтобы Тебя Оклеветовали Не оклеветуй Других Не любишь Чтобы Кто Злоречил Бесчестил Тебя Похищал Твое Или делал Тебе Что подобное И ты Ничего Такого Не делай Никому Если Кто Возможет Сохранить Эти слова Они Достаточно Для его Спасения Сказала Старица Игумения Многие Живя В горе И занимаясь Делами Мира Сего Погибли Лучше Жить В обществе Человеческом И безмолвствовать По духу Нежели Жить Отшельником При Мирском Расположении Духа Если Бы Возможно Было При Пришествии Господа После Общего Воскресения Уничтожить От страха Душам Человеческим То Весь Мир Вымер Бы По причине Ужаса И трепета Точно Каково Увидеть Небеса Разверзающимися Являющегося Прогневанного Негодующего Бога Бесчисленное Воинство Ангелов И весь Воедино Собранный Род Человеческий По этой Причине Мы должны Проводить Жительство С тщательнейшим Бодрствованием Над собою Как Долженствую Считать Отчет Богу В каждом Движении Нашем Брат Спросил Старца Отчего Мое сердце Жестокое Я не боюсь Господа Старец Отвечал Думаю Если человек Будет содержать В сердце Самоукорение Стяжет Страх Божий Брат Спросил Что значит Самоукорение Старец Сказал Самоукорение Состоит В том Чтобы Человек Всегда Укорял Душу Свою Говоря Ей Помни Что тебе Подобает Предстать Богу Говори Это Что мне И человеком Уповаю Если кто Пребудет Самоукорение Тот Стяжет Страх Божий Увидел Старец Смеющегося И сказал Ему Перед Лицом Неба И земли Подобает Нам Дать Отчет Богу Во всей Нашей Жизни И ты Смеешься Как тень От тела Нашего Последует За нами Повсюду Так Повсюду Мы должны Иметь С собой Плач И сокрушение Духа Брат Сказал Старцу Авва Скажи мне Душеполезное Слово Старец Отвечал Когда Бог Поразил Казнями Египет Не было Ни одного Дома В котором Не раздавался Плач Другой Брат Просил Того же У другого Старца Старец Сказал Мы должны Постоянно Плакать Некоторый Старец Скончался И по прошествии Несколько Часов Опять Пришел В себя Мы Спрашивали Вавва Что ты Видел Там Он Плач И поведал Нам Я слышал Жалобный Голос Пьющий Непрестанно Горе Мне Горе Мне И мы Должны Взывать Так Всегда И Плакать Некоторый Брат Спросил Старца Душа Землю Святого Старца Спросил Брат Что Должен Делать Человек При Всяком Встречающемся Ему Искушении При Всех Приносимых Врагом Помыслах Отвечал Старец Он Должен Плакать Перед Благостью Божией И Она Приблизится И Поможет Ему Как Говорит Писание Господь Мне Помощник И Я Возрю На Врагов Моих Подобает Монаху Иметь Ненависть Ко Всякому Упокоению Здешней Жизни Как То К Наслаждениям Телесным К Чревоугождению К Поществам От Человеков И Дарует Нам Господь Иисус Небесные Почести Успокоения В жизни Вечной И Славную Радость С Ангелами Своими Естественно Человеку Чувствовать Позыв На Пищу Однако Должно Потреблять Пищу Необходимую К Поддержанию Жизни А не По страсти И не Для Пресыщения Естественно Человеку Сон Но Недосытости И Изнеженности Тела Чтобы Мы Могли Смирять Страсти И Порочные Стремления Тела Сытость Сна Соделывает Тупым И Ленивым Дух Человека И его Умственные Способности Бдение Нечисто Старис Старис Отвечал Душа Поистине Старис Старис Бог один знает, что сотворит с ними в день суда. Бог истяжет с инокоподвижника полное нестяжание и до малой вещи. И малая вещь с пристрастием может повредить и отлучить ум от поучения в Иисусе и от плача. Горе тебе душа. Сидя в келье твоей, имей память Божия на всякий час. И вселится в тебя страх Божий. Исторгни из души твои всякое прегрешение, всякую злобу и беззаконие. Имеющий страх Божий имеет сокровище, исполненное благ. Страх Божий хранит человека от греха. Если тело твое немощно, то соразмер силе его правила и пост твой, чтобы не впасть в болезнь, по причине которой будешь искать себе подкрепление. И отяготишь братья и служением тебе. Если смущает тебя скверные помыслы, не скрывай их, но тотчас сказывай духовному Отцу твоему и обличай их. Чем более скрывает человек помыслы свои, тем более они умножаются в нем, укрепляются и твердеют. Как змей, когда выйдет из норы своей, то немедленно бежит, так и лукавый помысл, будучи обличаем, скоро погибает. Как червь поедает древо, так и утаиваемый лукавый помысл погубляет сердце, исповедующий помышления свои скоро исцелиться, а скрывающий их заражен гордостью. Если имеются гробы на том месте, где ты пребываешь, то ходи туда часто и присматривайся к лежащим в гробах, в особенности же тогда, когда беспокоит блудная брань. Если узнаешь, что брат отходит ко гостю, то поди и пробудь у него тот день, чтобы увидеть, как душа разлучается от тела. Если кто будет просить тебя помолиться о нем, отвечаем им, брат, Бога ради молиться святых угодников своих, да помилуй ты меня и тебя по воле своей. Если случится, когда отяготиться пищей, то понуть себя на телесные труды, чтобы прежде ночи облегчилось чрево, и ты не узрел мечтаний привидений греховных. Будь твердый борец против дьявола. Если он ударит тебя в одну сторону, ударь ты его в другую. Если он увлечет тебя в излишнее насыщение пищей, отягчи его бдением. Если он отягчит тебя сном, сокруши его трудом телесным. Если он трястит тебя тщеславием, ты смиришь себя каким-либо образом. И то, зная, что ни о чем столько не скорбит сатана и ничем столько не прогоняется и обезоруживается, как тем, когда человек любит смирение и бесчестие. 30. Юный, беги от вина, как от змея. Если случится немного выпить ради любви, то никак не пей лишнего. Если звавший будет и заклинать тебя, и кланяться тебе, не обращая внимания на эти заклинания, весьма часто сатана внушает понуждать юных на вино. 31. Знает лукавый, что вино и жены отлучают инока от Бога. Если будешь на пути, странствуя, и никто тебя не примет, то не оскорбись этим. 33. Скажи сам себе, если б я был достоин, то Бог устроил бы мне успокоение и наставил кого-либо принять меня. Если кто позовет тебя на трапезу любви и посадит на последнем месте, то не оскорбись на него в помышлении твоем. 34. Скажи себе, я не достоин этого. 35. Говорю тебе, что ни бесчестия, ни какая-либо скорбь не приходят к человеку иначе, как по попущению Божию, на искушение и ко исправлению человека или за грехи его. 36. Кто не помышляет таким образом, тот не верует, что Бог праведный судья. 37. Если жительствуешь в пустыне, то наблюдай за умом твоим, чтобы не поругались тебе бесы, влагая помышления и говоря, ты хорошо живешь. И вот уже избавился от оклеветания, удалился от человеков, от глагола неисслышания и совершаешь твое малое правило. 38. Если будешь помышлять это, то Бог возьмет помощь свою от тебя, и тогда познаешь свою немощь. Говори себе всегда горе мне, телом нахожусь в пустыне, а умом скитаюсь в мире. Человеки думают, что провожу жительство отеческое, а я всякий день совершаю неподобные полености моей, и оскверняюсь помышлениями, утрачиваю напрасно все время во сне в употреблении пищи и питья. 40. Если услышишь о ком-либо, что он укорил тебя, и он придет к тебе, ты не обличи его, но возвеселись с ним. Яви лицо твое ему приятным, да обрящешь дерзновение в молитве твоей. 41. Если придет к тебе брат, устрани плащ от лица твоего и скрой его в сердце твоем, доколе не отпустишь от себя брата твоего. 42. Тогда опять возложи плащ на лицо твое, без устрашаться, видя с тобою плач. 43. Если настоятельствуешь над братьями, то наблюдай за собой, чтобы, владея ими и повелевая ими, не вознести сердцем твоим над ними. 44. Только по наружности показывай власть, а в душе считай себя рабом и худшим всех. 45. Если впадешь в грех и, оставив его, начнешь каяться и скорбеть, то наблюдай за собою, чтобы не пристать тебе скорбеть и воздыхать Господу, даже до дня смерти твоей. 46. Если же не будешь скорбеть, то скоро впадешь в тот же ров. 47. Скорбь по Богу за грехи есть крепкая узда для души и не попускает ей пасть. 48. Внимай себе и увидишь следующее. 49. Когда Бог умилостивляется над душой твоей и посылает ей умиление, тогда сатана воспоминает тебе некоторые дела по келии твоей, говоря, это дело нужно, соверши его ныне, или иди посети брата твоего, он болен. 50. И другое подобное влагает в ум твой. Лукавый делает все это, чтобы воспрепятствовать тебе вне попечения и насытиться сладостным плачем. 51. Если же человек уразумеет кознь сатаны и будет хранить себя, внимая и молясь прилежно о душе своей, если будет прилежать с усердием в молитве, тогда немедленно последует искушение или от человеков, или от бесов. 52. Сатана особенно борет жестоко тех человеков, которые его борют, хорошо и побуждает их на гнев и ярость, потому что ярость и гнев более всего отгоняют плач и умиление, искореняют смирение из души. 53. Случается иногда, что в то время, как ты сидишь в келии твоей, обступят от тебя злые помышления и бесы, как звери лютые. Ты же не убойся их, немедленно встань мужественно и молись усердно Богу. 54. Проходись немного по двору, а они, не терпя молитвы, разойдутся от тебя. 55. Если хочешь иметь плач, то возлюби нищету и смирение, и не желай иметь хороших вещей в келии твоей. Когда душа захочет чего-либо и не находит его, то воздыхает и смиряется. 56. Тогда Бог утешает ее и дарует многое умиление. 57. Душа, когда вкусит сладости Божьи, получает ненависть даже к той одежде, которую ты носишь, к самому телу своему, говоря, «Говорю я тебе, чадо, если не омерзеет человеку тело его, как враг и супостат, так, чтобы ни в чем не делать ему угождения, то он не может освободиться от сетей и вражиих. Дьявол употребляет плоть, как сеть для иноков, особенно для юных». 40. «Восстав от сна, во-первых, прославив Бога устами твоими, потом немедленно начни правила твои, состоящие из положенного тебе псалмопения и молитвы, со вниманием, со многим смирением и страхом Божиим, как бы предстоя самому Богу. И ему говорят слова молитвы. Ум, на что направится с утра, тем занимается весь день, как жерновный камень, мелищий в продолжении всего дня то, что всыплет в него с утра. Будет ли то пшеница, будет ли то плевела? Постараемся всегда с утра влагать пшеницу, чтобы враг не всыпал плевелов. «Если ты видел во сне мечтания женских лиц, то остерегись днем размышлять о виденном. Такое размышление скверняет душу и причиняет ей смерть. Когда ляжешь на одр, помяни гроб твой, в котором будешь лежать, и скажи себе, не знаю, встану ли завтра или нет. И прежде сна твоего, помолись Богу, довольна, со всяким смирением и умилением. Тогда ложись на одр, внимательно наблюдая, чтобы не помышлять ничего скверного, чтобы отнюдь не вспоминать жен, хотя бы и святых. Усни, занимаясь молитвой, размышляя о дне суда, в которой ты имеешь предстать Христу и дать отчет во всяком деле, слове и помышлении. О чем размышляет человек пред сном, о том мечтает и ночью во сне, или о добром, или о злом. Есть духи нечистые, занимающиеся именно тем, чтобы пребывать в предчеловеке, когда он ляжет на одре своем, и приносить ему воспоминания о женщинах. Также и святые ангелы соприсутствуют иноку и предохраняют его от сетей и вражей, будучи именно на сие назначены Богом. Когда скажет тебе сердце ночью или днем, встань и помолись Богу, а разумеешь, что святой ангел соприсутствует тебе, и он-то есть говорящий, встань и помолись. Если встанешь, то и он встанет с тобой на молитву, укрепляя тебя в подвиге и отгоняя от тебя злого духа, обольщающего тебя и как льва, рыкающего на тебя. Если же не встанешь, то он немедленно отступит от тебя, и тогда впадешь в руки врагов твоих. Если занимаешься вместе с братьей и работаю, то не покажи им, что ты сделал больше их, в противном случае потеряешь им сду свою. Сохраняй себя от многословия, молчание в разуме, благо. Если говоришь много, и все доброе, но к доброму примешивается и злое, наблюдай за собой строго в произносимых тобою словах, чтобы после не раскаиваться. Если занимаешься каким-либо рукоделием в келье и придет время молитвы, не скажи, сперва окончи дело, но немедленно встань и помолись прилежно, чтобы Господь исправил житие твое, сохранил тебя от врагов видимых и невидимых, сподобил Царство Небесного. Инок, вкушая пищу с братьей, должен всегда смотреть вниз на землю, а не на лицо человека, в особенности юных. Да устремляет он ум свой непрестанно к Богу. Мы причиняем великую скорбь дьяволу, когда внимаем в горе Богу и Отцу нашему. Кающийся должен удалить себя от мира, жить вдали от других один, трудясь в безмолвии, оплакивая грехи свои, ощущая ум от мыслей мира сего и наблюдая над собой, чтобы никому не досадить, никого не оскорбить, на себя смирять, оскорблять непрестанно, осуждать, укорять и обличать, пребывать в болезни сердечной, утеснении многом, сокрушении сердца, умоляя Бога и прося у Него милости. Брат спросил старца, как приходит плач? Старец сказал ему, плач приходит от размышления о грехах своих, в которые впал человек в жизни сей, и как он будет отвечать Богу? Ищущего прийти в плач, также должно непрестанно вспоминать о смерти и о вечной муке, о родителях своих и прочих знакомых, скончавшихся. Где они ныне? Смирение спасло многих и без труда. Свидетели этому мыт Ари, блудный сын, сказавший несколько слов Богу и получившее спасение. Труды человека, если он не имеет смирения, погубят его. Многие великими трудами пришли в гордость и как фарисей погибли. Тонкая испытная беседа о Боге и чтение тонких исследований о Боге иссушает слезы и прогоняет от человека умиление. Читающий же жития и изречения отцов просвещает свою душу. По столу смиряется тело, бдением очищается ум, безмолвием приносится плач. Плачем доставляется иноку совершенство и безгрешие. Враг влагает иноку излишнюю скорбь и молву при недостатке в нужных потребностях. Тебе известно, какую имеешь естественную силу, почему не ищи для себя по причине лености и сластолюбия всякого рода брашен. Будучи здоров, не доставляя себе всего, чего не пожелаешь. Вкушая посылаемое тебе Богом, воздавая Ему хвалу на всякий час, говоря, пищу употребляя не монашескую, имея всякий покой. Дел же монашеских не совершаю. И вменяй себе себя, как не инока, укоряя себя, что носишь чуждый себе образ, и имея непрестанно в сердце твоем печаль и смирение. Если хочешь говорить о согрешении брата, то говори бесстрастно, или чтобы исправить его, или чтобы доставить пользу другим. В противном случае говори без сих побудительных причин, говоря, ты не избегнешь наказания Божия, сам впадешь непременно в те же или и худшие согрешения. Будешь лишен помощи Божией, посрамишься, обличаемый другими. Бог не увеселяется никакой добродетели столько, как когда кто впадет в какую-либо скорбь, впадает и терпеливо переносит ее до конца с благодарением. Равным образом от больного Бог не эстезует поста или подвига телесного, требует от него только терпения, благодарения и умная молитва, состоящая в том, чтобы иметь ум всегда направленным к Богу. Пост и телесные труды совершаются человеком для обуздания нечистых страстей, а телесная болезнь выше и крепче поста, подвига и телесного труда. Поэтому с немощного не спросится поста и труда телесного, он только должен непрестанно благодарить Бога и молить Его, чтобы даровал Ему терпение. 50. Брат спросил старца, «Отец, скажи мне, какие должен я совершать добродетели, чтобы исполнить волю Божию?» Старец сказал, «Сын мой, если хочешь исполнить волю Божию, отвращайся от всякой неправды, не воздавай зла за зло, укоризну за укоризну, клятву за клятву, но воспоминай Господа, сказавшего, не осуждайте, чтобы не быть осужденными, оставляйте и оставится вам, милуйте и будете помилованы». Надо быть твердо убежденным, что очи Господа бесконечное светлейшее солнце, смотрит неуклонно на сынов человеческих, и ничто не утаивается от них, ни мысль, ни мечта, ни сердечное какое бы то ни было ощущение. Всем нам подобает предстать в суду Христову, и каждый примет по делам своим. По этой причине мы должны работать Господу со страхом и трепетом, со всяким благоговением, как Он сам заповедовал апостолу научили. Будем оставлять земные занятия для занятия молитвою, будем претерпевать в посте и молитве, молясь всевидящему Богу, чтобы Он не вел нас в напасть. Брат спросил старца, каким образом мирские люди, живущие посреди мира и принадлежащие Ему, презирая пост и молитву, насыщаясь всякого рода брашнами, проводящие жительство по своим пожеланиям, в клятвах и клятвопреступлениях, не падают, не окоевают себя, как грешных, не отлучают себя от причащения святых христовых тайн, а мы, пригвожденные к постам, бдением молитвам, сухоедению, лишением, всякого плотского упокоения лишенные, плачем и рыдаем и говорим, мы погибли, мы утратили царство небесное, мы сделали с повинными гиене. Старец, вздохнув, отвечал, правильно сказал ты, что они не падают, упав однажды дивным и лютым падением, они уже не могут восстать и не имеют куда упасть. И дьявол нисколько не нуждается бороться с лежащими иницией, никогда не восстающими. Монахи напротив того, иногда побеждают, иногда побеждаются, падают и восстают, их оскорбляет дьявол и они оскорбляют дьявола. С ними борется дьявол, а они и борются с дьяволом. Миряне, подвешившись первому падению, по многому неведению, даже не знают, что они пали. Однако, ведай, сын, что не только я и ты, мнимые монахи, нуждаемся в непрестанном трезвении и плаче, но и великие подвижники нуждаются в них. Услышь следующее духовное рассуждение. Ложь от дьявола, страстное воззрение на женщину, вмененное Богом в любодеяние, гнев на ближнего, присислен к убийству, за каждое праздное слово обетовано воззаяние. Кто же такой человек и где его найти, который бы не ведал лжи, не был искушен вожделением, ни одного лица никогда не прогнелся на ближнего напрасно, в котором бы не нашлось празднословия, который не нуждался бы в покаянии. Знай, если кто не предаст себя всем напастям, которые попустит ему Бог, в мнение о себе смиренном и уничиженном, если не повергнет себя пред всеми на попрание, обидимый и оскорбляемый всеми, если не претерпит всего этого с радостью, силой и молитвой ради Бога, если не устранит себя от человеческой славы, чести и похвалы, от сладостных брашен и напитков, то невозможет достигнуть совершенства. О бране, воздвигаемой помышлениями, предлагающими любодеяния, некоторый старец сказал, отшельник спящий, хочешь ли спастись? Пади, трудись, поди, вступи в страдальческий подвиг, поди, ищи и обрящешь, бди в молитвах, стучись ими в дверь милосердия Божия, и эти двери отверзутся тебе. Воины мира сего, получая многие раны, стоят, не уступая назад, подвергшись поражениям, многие из них, наконец, одержали победу мужественным терпением над побеждавшими их и получили венцы. Случается, что одного поборют два, но он, ободрившись, внезапно преодолевает обоих. Смотри, какое мужество выказывается в сражениях по плоти, и ты встань, ободрись, и Бог победит за тебя врагов твоих. Другой старец сказал о той же брани любодеяния. Боримый любодеянием подобен человеку, который идет мимо торжища или корчемницы, обоневает различные яства вареные и жареные. Кто хочет, входит туда и ест, а кто не хочет, тот проходит мимо, услышав мимоходом только запах. Так и ты отвергни от себя смрад скверных помыслов и встав помолись, говоря Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и прогони борющих меня врагов. Так поступай по отношению ко всем трилогам и мыслам дьявольским. Мы не можем воспретить греховным помыслам, чтобы они не приходили к нам, но можем протеяться им. Страница 355 «Принимающие к себе в себя блудные помыслы и порабощающиеся им страждет это от ленности своей. Если б мы были убеждены застоверности в том, что Бог живет в нас, то не влагали бы в себя чуждых сосудов. Владыка наш Христос, живущий в нас и сожительствующий нам, смотрит на жительство наше, почему и мы, нося его в себе и умственно взирая на него верою, не должны пребывать в небрежении и ленности, но должны стяжевать освящение, как и он, свят. Станем на камни и сокрушиться лукавый. Не предайся твоей души и не будет иметь крепости для девствования против тебя враг твой. С мужеством воспевай, надеющийся на Господа, как гора сион не подвижется вовеки, живущие во Иерусалиме». Помысл любодеяния хрупок, подобно папирусу. Когда он будет вложен в нас, но мы, не согласившись с ним, отвергнем его, то он удобно сокрушается. Если же, когда он посеется в нас, будем наслаждаться им, беседуясь с ним, то он делается как бы железным, и тогда уже трудно прогнать его. Следовательно, нужно наблюдать за помыслами, потому что для тех, которые соглашаются с блудными помыслами и услаждаются ими, нет нужды спасения. Напротив того, те, которые не соглашаются с ними, но противятся со всевозможным усилием, молясь против них, получают венцы от Бога. Брат вопросил старца, говоря, отец, что должно мне делать? Меня беспокоит блудная страсть. Старец сказал ему, от этого помысла должно храниться со всевозможным усилием, потому что в падении в блуд часто последует отчаяние. Как корабль, носимый бурей и волнами, если потеряет кормила, то хотя и подвергается к значительному бедствию по этой причине, однако еще продолжает плавать на поверхности вод. Также, если переломится его мачта или потерпит какое-либо подобное этому повреждение, все еще остается надежда спасения для корабля. Так и инок, беспокоимый другими страстями, надеется преодолеть их покаянием. Если же корабль погрязнет на дно моря, тогда нет уже ему надежды спасения. То же случается и с иноком, когда он впадет в страсть самым делом и когда овладеет им отчаяние. Сказал старец, многие различные роды блудных дел, как сказал апостол, блуд же и всякая нечистота и лихаимство, да не именуется у вас, как подобает святым. И говорил старец, блуд есть грех, совершенный телом, нечистота есть осязание и любострастное своего и чужого тела, также смехотворство и свободное обращение с другими. И инок должен сохранять непрерывное трезвение, чтобы не ослабеть во внимании, чтобы страсти не нанесли ему какого-либо вреда. Сохрани до смерти то, что скажу тебе, и спасешься. Первое. Понуть себя к поучению в псалмах. Это соблюдет тебя от пленения вражеского. Не оставляй правила твоего, чтобы не впасть в руки врагов твоих и чтобы они не поругались тебе. Возлюби всякое злострадание в терпении и смиряться в тебе страсти твои. Строго наблюдай за собой, чтобы не вменить себя в чем-либо. От этого начнешь плакать о грехах своих. Соблюдай себя от лжи. Она изгоняет из человека страх Божий. Исповедуй твоему духовному Отцу все помышления твои, дела, соделанные тобой, и помощь Божия осенит тебя. Понуть себя на рукоделие твое, и страх Божий вселится в тебя. Хранись, чтобы не говорить много с женщинами, в особенности с юными. Да и немного говори, лишь по крайней нужде. Не имей любви с юным братом. Храни очи свои, чтобы не воззреть на свое тело, когда снимаешь с тебя одежды. Не живи в том месте, где ты согрешил перед Богом, в падении, в блуд, потому что в этом месте покаяние будет для тебя неудобно. Соблюди это заповедание, и верую Богу спасешься. Соль от воды, но когда прикоснется к воде, тает и пропадает. Так и инок. Он рожден от жены, но если прикоснется к жене, тает, погибает и умирает смертью душевную, если не покается. Брат попросил старца. Ава, что мне делать? Я скорблю при продаже рукоделия. Старец отвечал. Ава, Сесо и прочие отцы продавали свое рукоделие, и это не зазорно. Когда продаешь, скажи однажды цену сосуда, если хочешь, что убавить от цены, это твоя воля. Поступая таким образом, будешь спокоен. Тот же брат сказал тому же, если я получаю откуда-либо нужное мне, в таком случае, велишь ли мне заниматься рукоделием? Старец сказал, если имеешь откуда-либо нужное тебе, то и в таком случае не оставляй рукоделия своего, делай сколько можешь, только не вдаваясь душою в попечение. Если желаешь получить царствие небесное, возненавидеть все земные имения, потому что если будешь сластолюбив и серебролюбив, то невозможешь жить по Богу. Для истинно любящего нестяжания кажется тяжкою одежда, которую он носит, и чаша, которую он пьет воду. Столько он любит без попечения. Ум его занят небесными видениями и размышлением о них. Кто не возненавидит вполне имение своего, тот невозможет возненавидеть душу свою по заповеди Господа, изображенной в Евангелии. Если ты отрекся мира, то исключительно имей попечение о деле спасения, чтобы тебе найти искомый бисер. Из отвлекшихся мира и оставивших мирскую жизнь, иные оставили воинство, иные расточили имение убогим, но впоследствии, будучи порабощены своей волей, по причине этого порабощения, отпали упования. Ничего нет лютея, как держаться своей волей, жить не по воле Божией. Пристрастные к своей воле вышли из мира сего лицемерно широкими вратами, но посредством малых дверец, то есть посредством воли своей и исполнения похотений своих, очутились опять внутри мира и не возмогли получить царствие небесного. Говорили старцы, древние отцы не скоро переселялись с места жительства своего, если же переселялись, то по следующим трем причинам. Если кто гневался на них напрасно, и они не могли примирить его к себе при всем употребляемом старании к примирению. Второе. Если кто многие, кого многие прославляли. Третье. Если случалось кому несчастье, впасть в любодеяние. По этим трем причинам они оставляли место своего жительства. Брат спросил старца, а во что мне делать? Я прихожу в уныние от пребывания в келье моей наедине. Старец отвечал. Это от того, что ты еще не узрел ни воскресенье, которое надеемся получить, ни мучения в огне неугасаемом. Если бы ты увидел их, то терпел бы, не расслабляясь. И тогда, когда бы келья твоя была полна червей, и ты стоял бы в них по шею. Некоторому великому старцу, проходившему великие подвиги, братья говорили, Авва, перестань заниматься столь великими трудами, потому что ты уже пришел в изнеможение. Он отвечал им, поверьте мне, чадо, что и Авраам, увидев великие дарования, уготованные святым, трудящимся Бога ради, будет каяться о том, что он мало подвязался в этой жизни. Говорили отцы, если случится тебе скорбь на том месте, где ты живешь, то не оставляй места во время скорби. Если же поступишь, иначе, то куда не пойдешь, везде найдешь то, от чего бежишь. Претерпи, доколе не пройдет скорбь. Тогда пойди, куда хочешь, чтобы отшествие твое не причинило соблазна другим, не произвело смущение в живущих в том месте, откуда ты выходишь. Брат вопросил старца, говоря, что делать мне, Авраам? Я не делаю ничего доброго в иночестве моем, но пребываю в лености, ем, пью, сплю, утопаю в скверных мыслях и в развлечении, переходя от дела к делу, от помышления к помышлениям. Старец сказал ему, пребывай в келье твоей, безмолвствуй и внимай в себе, и исправляй по возможности правило твое. Бог благоволит о всем малом делу, несовершаемом тобой ныне, так же, как благоволил о правиле, совершаемом великим Антонием в пустыне. Верую Богу, что пребывающий в пустыне или келье, ради имени Божия, соблюдая свою совесть, и тот будет вместе отца Антония. 70. Говорили отцы, инок должен до смерти бороться с демоном расслабления и уныния, в особенности же во время молитвы. Если с помощью Божией он исполнит это, то довнимает в себе и соблюдает ум свой от помыслов гордыни, потому что, говорит Писание, если не Господь созиждит дом, напрасно трудится зиждущее. Ничего невозможно совершить без Божьей помощи. Господь сказал, без меня не можете творить ничего. Помышляй себе, что ты земля и пепел, и не возносись мыслью своею. Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Как древо, пересаждаемое часто с места на место, не может принести плода, так и инок, переходящий часто с места на место. Келия инока, подобно печь Вавилонской, в которой три отрока обрели холод духовный, или подобно столпу облачному, из которого Моисей говорил с Богом. «Если будешь одержим телесной болезнью, то немалодушествуй по причине этого. Если Господу Богу угодно, чтобы ты не маществовал по телу, то ты кто, чтобы тебе огорчаться этим? Не Бог ли промышляет о тебе во всем? Неужели ты живешь без Него? И потому переноси болезнь терпеливо и проси Бога, чтобы Он даровал тебе полезное, то есть, чтобы совершалась над тобой воля Его, а ты безбулствуй в терпении, питаясь тем, что доставится любовью». Человеческое покровительство уничтожает все духовное достоинство в монахе и соделывает его вполне бесплодным, если он возложит упование свое на это покровительство. «Или бегая, бегай от человеков, или наругайся миру и человекам, принадлежащим миру, в большей части случаев представляя себя юродивым». Страница 360. Объяснение значения, в котором аскетические отцы употребили значение «поругаться миру», можно видеть в жизнеописании преподобных Симеона и Иоанна. «Не осуди падшего в любодеянии, если ты чист, потому что, осуждая его, ты, подобно ему, приступаешь закон, сказавший не прелюбодействие, и сказал также «не осуждай». Недостаточно одних слов для Бога угождения и назидания человеков. Нужны дела. Но у человека в нынешнего времени наиболее одни слова. Бог же требует дел, а не одних слов бесплодных. Если кто живет в каком-либо месте и не приносит плода, свойственного этому месту, то самое место изгонит его вон, как не приносящего плода, требуемого местом. Если сделает кто какое дело, последуя своей воле, а потом узнает, что это дело противно воле Божией, то ему должно, как поступившему неправильно в неведении, возвратиться на путь Божий. Кто же упорно держится своей воле, противной воле Божией, не хочет послушаться других по причине, но признает знающим себя, тот невозможет возвратиться на путь Божий. Спросили старца, что значит путь тесный и прискорбный? Он отвечал, путь тесный и прискорбный состоит в том, чтобы человек отвергал греховное помышление свое и отсекал свою волю ради воли Божией. В этом заключается то, что сказали о себе апостолы. Вот мы оставили все и пошли вслед тебя. Восемьдесят один. Как чин монашеский честнее мирских, так монах странствующий должен служить зеркалом для монахов местных. Сказали отцы. Если подвижник останется на жительство в таком месте, в котором живут нерадивые, то он лишится возможности преуспевать, неприметным образом и переходя к образу жизни, которым окружен. Крепость подвижника заключается в постоянном усилии, чтобы подвиг его не уменьшился. Если же ленивый будет жить с подвижником, то преуспеет. Если же не преуспеет, то, по крайней мере, не не зайдет к большему нерадению. Человек, имеющий одни слова, но не имеющий дел, подобен древу, имеющему листья, но не имеющему плодов. Древо, покрытое плодами, украшается и зелень, и листьев, так и душеназидательное слово истекает само собой из человека, имеющего добрые дела. Субтитры создавал DimaTorzok